Привет, ребята! Меня зовут Антон, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием The Bridge. Это вещь сама в себе, это инди-проект, очень качественный, надо признать, построенный на движке XNA, или как-то так. В общем, требует дополнительного софта для запуска, примерно как игра Bastion. И здесь мы будем с вами сталкиваться с таким физическим законом, как гравитация. Все в этой игре именно истекает из этих законов. И вот, видите, да, мы не можем подняться наверх, а для этого мы чуть сделаем пониже. Вот, отлично, и теперь мы можем идти вперед. Да, это чистое сияние разума, отсылка к фильму с живым Керри, по-моему. Но это ладно, это я уже как бы от темы отвлекаюсь. Так вот, игра выполнена в стильном карандашном стиле. Вот так вот и выражусь. Вот, сразу понятно, что разработчики прикладывали очень большие усилия для того, чтобы все получилось именно вот так вот красиво и качественно. Игра черно-белая, но это как бы для нее совсем не минус. Ага, то есть я сразу начинаю вспоминать игру под названием... Забыл, честное слово. Ага, в этой игре мы за какого-то такого покемона, пухленького, играли, который путешествовал во времени. Вот. И там тоже были различные двери закрытые. И мы все время должны были заходить в каждую дверь очередную и менять пространственное... О-о-о-о-о-о-о-о-о. Пространственную связь должны были менять. Такие дела. Так, ого. Ничего себе. Обалдеть. Прикольная игра, надо признать. Причем можно сказать, что она не новая даже. Она достаточно уже старенькая. Ну, по нынешним меркам. И нам здесь что нужно сделать? Нам нужно здесь найти ключ. И каждый новый ключ нам поможет... Так, сдвинуть. Отлично. Слушайте, оригинально. И каждый новый ключ помогает пройти дальше по локации. Но. Но. Возможно... Возможно, здесь я что-то упустил. Или стоп. Или нам нужно просто дверь открыть. Возможно, нам нужно открыть исключительно ту дверку. Которую там вот у нас. Да, вот вон. О-о-о. Отлично. Слушайте. Сразу, конечно, я не додумался. Так, надеюсь, он не разбился. Это просто замечательно. Игра поддерживает управление с геймпада, что очень круто. Вот. Играть интересно. А главное, оригинально. Ну, точнее, симулятор гравитации. И... Вон тот шарик. Он мне совсем не нравится. О-о-о-о-о-о-о. Тихо-тихо-тихо, парень. Ну, судя по всему, мы сейчас идем в правильном направлении. И кажется, я пробудил этот шар. Ужасный. Ужасный шар. Который дверь разрушит. Так, вот, все. О-о-о-о. Понятно. Последним, что я запомнил, была боль. Ух ты. Это как... О-о-о-о. Это как, в принципе, Персия. Но, знаете, я могу предположить, что, скорее всего, нам как-то вот так нужно пойти. И мы тогда попадем в ту дверь. Я об этом... Да-да-да-да-да. Я об этом более чем уверен. Отлично. Просто замечательно. Вообще, такая игра, надо признать, сюрреалистичная достаточно. То есть, своеобразная. Со своим стилем выдержанным. Что очень круто. И, знаете, мне очень нравится музыка. Не всегда музыка меня впечатляет. Признаюсь честно. Но, по качеству игра больше мне напоминает какой-то из проектов на планшете. Вот. То есть, по-моему, так вот именно. Не разобьемся. И, по идее... По идее, вот сейчас как-то мы сможем с вами пройти. Ну. А. Вот сюда можно будет забраться. Все, шикардос. И теперь обратно спускаемся. Как бы не так уж и сложно, как мог бы показаться. Но. Это туториал. Поэтому забывать про это не стоит. Отлично. Спираль. Вот мне это название, честно говоря, не совсем нравится. И мы, похоже, играем за Гордона Фримана. Да. Оу. Тут два ключа надо. Вот. Вот так. Мы идем. Идем. И вот теперь как бы... И вот теперь как бы мы крутим в другую сторону. Отлично. Отлично. Мой план, я думаю, сейчас будет работать как положено. Нет? Да что за... Что за издевательство вообще? Что за издевательство? В общем, эта игра не для моего мозга. Она слишком, слишком мудреная. Как и та игра, название которой я забыл. Вот. Я понимаю, что она стильная, она крутая. Но, блин, это, знаете, это... Игра для тех, кто любит разгадывать кроссворды. Решать ребусы различные. Собирать пазлы. Но не для меня. А в целом, в принципе, проект очень качественный. Ну, с вами был Антон. Ставьте пальцы вверх. Обаляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.